Уважаемый слушатель, если вы хотите присутствовать в зале судебного заседания, пожалуйста, выньте телефон из кармана и уберите его в другое место. Из официальных источников известно, что с прошлого судебного заседания в сети интернет имеется видеозапись судебного заседания, которая велась с вашего, соответственно, места, где вы у нас сидели. Поэтому, как председательствующий, я прошу вас, соответственно, убрать телефон из кармана либо покинуть зал судебного заседания. Одно из двух. Вы суд не предупреждали о том, что вы ведете видеозапись судебного заседания. Мы у вас в заседании спрашивали о том, что не ведется видеозапись судебного заседания. Вы сказали, что не ведете. Однако в сети интернет имеется видеозапись судебного заседания. Вот таким образом Поэтому прошу вас покинуть Либо вытащить телефон из кармана Мамаев, а вы на каком основании Осуществляете видеосъемку? Я жду открытия судебного заседания Заседание открыто Открыто уже? Хорошо, заседание объявляется открытым Соответственно судебное заседание у нас Съявился Мамаев Владимир Владимирович На основании паспорта полномочия Подтверждены доверенностью Представляет интересы Максименко В лесном участвующем деле объявляется состав судом Дело слушается под представительствующим Судем Ленчевской при секретаре Щеблова Отвода состава суда не имеется? В зависимости от того Как разрешится мое ходатайство Которое я сейчас делаю На данный момент не имеется Вам разъясняются права и обязанности Вы Править знакомиться с материалами дела Делать випуски из них Давать объяснения суд в устной и письменной форме Как сторона из сад править знаком Изменить, уточнить заявленные требования Не отказаться от заявленных требований Обязаны представлять доказательства В основании заявленных вами требований Также, соответственно, праве знакомиться с протоколом судебного заседания В том числе с аудиозаписью судебного заседания И подавать на них замечания Обжаловать судебные постановления Вынесенные по делу И пользоваться иными процессуальными правами Предусмотрены действующим законодательством Права и обязанности понятны? Да, понятны Хорошо Скажите, пожалуйста, на каком основании Осуществляете видеосъемку судебного заседания? На основании Конституции Статья 29 А Вы ознакомлены с положениями Гражданского процессуального кодекса О том, что видеосъемка судебного заседания Разрешена только с разрешения председательствующего? Нет, не ознакомлен Сейчас заявлю ходатайство соответствующего Пожалуйста, заявляйте ходатайство Значит, у меня ходатайство о ведении видеофиксации Процесса судебного заседания Для этого есть основания Потому что предыдущие судебные заседания На мой взгляд, были вынесены заведомо неправосудные решения В частности, с участием данного слушателя Который был незаконно удален из судебного заседания Как сегодня выяснилось Только сейчас направлено мне решение суда, мотивированное Много было замечаний Материалы дела не изучались в процессе То есть это как бы не относится к данному судебному заседанию Но поэтому, чтобы этого не повторилось Я хочу фиксировать данное, скажем так, событие Более того, хочу обратить внимание на постановление Верховного суда номер 35 Которое говорит о том, что если судья запрещает видеосъемку То это может быть является процессуальным нарушением Дающим основания для отмены в целом решения суда Я надеюсь, вы знаете это постановление Верховного суда И будете придерживаться Значит, оснований отказать в видеосъемке нету Здесь, скажем так, желание секретаря, судьи Не имеет никакого значения Только учитывается мнение сторон В данном случае судебное заседание открытое Поэтому оснований отказать нету У меня нет оснований Пожалуйста, соответственные возражения Ведите видеосъемку судебного заседания Но при этом слушателя я прошу все-таки Либо удалиться из зала судебного заседания Либо, соответственно, убрать телефон из кармана Для того, чтобы незаконно не осуждать видеозапись судебного заседания Поскольку от него такого ходатайства не поступило Вы, пожалуйста, введите Я вам не запрещаю Аудиозапись, видеозапись вам разрешено судом Значит, двигаемся дальше Могу уточнить свое ходатайство? Нет, не надо дальше У нас сегодня неявка ответчика Ответчик нам позвонил и сообщил о том Что представитель по состоянию здоровья Не может прибыть в судебное заседание Составлена телефонограмма соответствующая В прошлом предварительном судебном заседании Мы закончили на том, что дело признали подготовленным К судебному заседанию И просили, в том числе, представителя-ответчика Предоставить нам оригиналы медицинской документации Договоров Вместе с тем указанные документы нам не представлены Поэтому ставлю на обсуждение сторон Об отложении Вопрос об отложении судебного заседания по делу Считаю необходимым отложить Не только по тем основаниям, которые сейчас были озвучены Но и по тем, что мной собраны доказательства О том, что, на мой взгляд Сейчас говорю про свой взгляд О том, что данная контора совершает мошеннические действия У меня, соответствующий, есть свидетель У меня все зафиксировано на аудиозапись Каким образом происходит обман Скажем так, клиентов, пациентов в данной клинике То есть, каким образом вводят в заблуждение О том, что якобы вот эти услуги бесплатные А потом в суде заявляют, что они платные То есть, это все зафиксировано Это опубликовано в сети интернет Но я, соответственно, буду ходатайствовать о приобщении Компакт-диска И соответствующие у меня вопросы будут к представителю-ответчика Если она признает данный факт То допроса свидетеля я не вижу оснований Если не признает, то, соответственно, я буду ходатайствовать При общении материала дела аудиозаписи и допросить свидетеля Это ваше право Соответственно, вы можете предоставить любые доказательства Об основании заявленных вами требований Значит, я полагаю, необходимо отложить судебное заседание Соответственно, для обеспечения явки представителя-ответчика И повторного истребования у него оригиналов медицинской документации Кроме того, в стране сообщаю о том, что нам поступили ответы Из ПАО МТС-банк, от ООО всегда да И после заседания вы праве ознакомиться с материалами дела и с поступившими ответами У меня ходатайство тогда прямо сейчас можно отфоткать все документы После заседания, пожалуйста, фотографируйте ваше право Судебное заседание закрыто Спасибо Вы имеете в виду, что слушателю за незаконное ведение видеосъемки Может быть, в том числе, выписан в административный штраф И вот за применение ареста Поэтому, пожалуйста, не надо нарушать требования ГПК Мы можем так же, как и вы, пользоваться своими процессуальными правами, предусмотренными ГПК И не надо ими злоупотреблять В данном случае злоупотребляет слушатель по вашему указанию И это все понятно Вы сейчас строите все на предположении И я хочу обратить ваше внимание Что есть разъяснение Верховного суда по поводу применения 17.3 К видеосъемке, которую ведут Это касается сторон У слушателя тоже есть определенные процессуальные обязанности Понимаете, если он хочет вести видеосъемку судебного заседания Он должен получить на это разрешение председательствующего судебного заседания Хорошо, если у нас возникнет вопрос на эту тему Мы подискусируем Сейчас можно ознакомиться с материалом дела Ожидайте, пожалуйста, в поле Хорошо, спасибо